Есть ура! Добрый вечер! Меня зовут Александр Данилин. Я практикующий врач-психотерапевт. И теперь мы в прямом эфире имеем возможность разговаривать на нашем сайте, который остался открытым со времен радиопрограммы «Серебряные нити» на Радио России. И для того, чтобы участвовать в прямых разговорах, вы теперь должны зарегистрироваться на форуме нашего сайта. Найти его совсем не сложно по этому названию «Серебряные нити». А я надеялся сегодня как-то не скучно поговорить о скуке. Кто знает, чего у меня из этого получится, но вспоминает все сразу «Мне скучно без». Что делать, Фауст? Таков вам положен предел. Его ж никто не приступает. Вся тварь разумно скучает. Иной от линии тот отдел. Кто верит, кто утратил веру, тот насладиться не успел. Тот насладился через меру. И всяк зевает, да живет. И всех вас гроб зевая ждет. Зевай и ты. Сухая шутка. Найди мне способ как-нибудь рассеяться. Доволен будь, ты доказательством рассудка. В своем альбоме запиши. Фастидиум эст кваес. Скука. Отдохновение души. Я психолог. О, вот наука. Скажи, когда ты не скучал? Подумай, поищи. Так далее, как над Вергилием дремал, А розги ум твой возбуждали. Так далее, как розами венчал Ты благословенных дев веселья И в буйстве шумном посвящал Им пыл вечернего похмелья. Так даль, как погрузился ты В великодушные мечты В пучину темную науки. Но помнится, Тогда со скуки, Как орликина из огня, Ты вызвал, наконец, меня. Я мелким бесом извивался, Развеселить тебя старался, Возил и к ведьмам, и к духам. И что ж, Все по пустякам. Желал ты славы И добился. Хотел влюбиться И влюбился. Ты с жизни взял Возможную дань. А был ли счастлив? Я не буду до конца Читать Пушкина. Потому что Этот риторический вопрос Фауста Все время так И повисает в воздухе. Собственно говоря, Ведь Отчего же Фауст Вызвал Мефистофеля И смог это сделать? Да от скуки. От матушки скуки. От которой никуда не деться. Поскольку И всех нас гроб Зевая ждет. Это вещи Какие-то самые очевидные Для русской культуры. Но все-таки Давайте говорить Честно и откровенно. Как бы Жить-то скучно Или нет? Мы о разных Человеческих чувствах Говорили. Наверное Такая очень странная История Именно скуку Труднее всего Выразить В Произведениях Искусства. Вот для меня Например Скука Это Некоторый Завершенный Пазл Как идеально На этом Демотиваторе Давайте так его Назовем Все это Нарисовано Замкнутые Круги Дурной Бесконечности Очень плотно Приставленные Один К другому Картинка Издевается Над фильмом 50 оттенков Серого Для меня 50 оттенков Серого Да и то Что происходит В фильме Тоже Между прочим Это Скучная До смерти Попытка Преодоления Скуки Еще одна В этом Пазле В пазле Скуки В этом Я Внимательно Не вглядывался Все его Частички Одинаковые Все очень Плотно Пригнаны Друг К другу Скука Это Плотный Я бы Сказал Материальный И понятный Мир Такой Мир Понятный До конца Скуку Можно Описывать Разными Словами Слова Современного Подрастающего Поколения К родителям Они Почти Такие же Как слова Пушкинского Фауста К Мефистофелю Мне скучно Без И Найди мне Способ Как-нибудь Рассеяться Ну найди И вот Родители Бегают Пытаюсь Рассеять Каким-то Образом Эту Серую Скуку Детей Жизнь Мифы Интересны Поэтому В живописи Вообще Очень мало Скуки Есть Тоска Но Тоска Это совсем Другое Чувство И о нем Мы сегодня Не говорим Тоска Это Нехватка Чего-то Очень важного Утрата Чего-то Очень важного В жизни Чего Человек Иногда Не может А иногда Может Найти И восстановить Иногда Для того Чтобы преодолеть Тоску Достаточно Снять Телефонную Трубку Правда Скука Это Совсем Другое Мир Понятен Он Состоит Из Строго Определенных Элементов У каждого Из Которого У каждого Из Которых Есть Своё Место В том Числе И у Тебя Все Эти Элементы Для Скучающего Человека Равнозначны Никакое Из них Не Приносит Чувства Радости Или Удовлетворения В этом Мире Всё Понятно И Поэтому Наверное Его Неинтересно Рисовать По той Простой Причине Что По крайней Мере Классических Произведений О Скуке На мой Взгляд Существует Крайне Мало И Сегодня Я хочу Предложить Вашему Вниманию Три Вот Картина Под названием Скука Уолтера Ричарда Сикерса Это Викторианский Художник Одним Из первых Если Не Первым Привневший В английское Искусство Философию И Взгляд На жизнь Импрессионистов И Потому Некоторые Считают Его Одним Из Главных Художников Англии Викторианской Англии По крайней Мере И Это Как бы Сказали Наши предки Типичная Буржуазная Скука Ну Как бы У них Все Хорошо У этой Семейной Пары Пожилой У них Все Есть И Каждый Из них Скучает Им Скучно Друг С Другом Каждый Мечтает О чем То Своем И Я Не знаю Как у Вас А у Меня Такое Ощущение Что Серость Правильного Викторианского Существования Как будто Висит В воздухе Для меня Тут Снова Эти Оттенки Серого Не Картина А Плоскость Английского Быта Ну О котором Многие Из нас Мечтают Практически Нигде Нету Такого Количества В Европе По крайней мере Такого Количества Русских Эмигрантов Особенно Из Особенно Это Касается Детей Наших Воришей Олигархов Почему Ну Потому что Англия Это Страна Где Живут По Правилам Где Все Отрегулировано И Тут Видите На стенах Висят Правильные Картины Правильный Графин И Правильные Буржуа Мечтающие Видимо Какой-то Другой И скорее Всего Неправильной Жизни Я хочу Обратить Ваше Внимание На то Что Плоскость Картины Любой Картины Напоминает Плоскость Пазла Что Нужно Сделать Для Того Чтобы Преодолеть Скуку Ну В общем Нужно Оказаться Либо Над Этим Пазлом Там Где Находимся Мы И Увидеть Его Со Стороны Или Под Пазлом Уйти Куда-то В Глубину И Это Такой Пазл С Итогами Правильной Жизни Сказал Бы Я Как Сделать Эту Картину Более Интересной Можно Ли Заглянуть В Глубину Можно Существует Версия Сформулированная Современным Криминологом И Писательницей Романы Которые Переводились В том числе На русский Язык Детективные Романы Зовут Ее Патриция Корнуэл Может Кому-то Попадалось Имя Такого Автора Детективов Или Кто-то Ее Читал Так Вот Патриция Корнуэл Фактически Посвятила Свою Жизнь По крайней Мере Ее Вторую Половину Тому Чтобы Доказать Что Автор Этого Полотна Ну И Многих Других Полотен Разумеется Уолтер Ричард Сикерс Кроме того Что Был одним Из известных Художников Англии Собственно Говоря И был Джеком Потрошителем Да 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 Тем Самым Легендарным Убийцей Викторианской Англии Дело Которого Кстати Говоря До сих Пор И Почти Полтора Века Спустя Так И не Закрыто Вот Она Доказывает Что Автор Этих Полотен Джек Потрошитель Надо сказать Что Она Стала Коррекционером Полотен Сикерта Это Леди Криминалист Патриция Корнуэл И Доказательства Которые Она Приводит Очень Убедительны Очень Убедительны Как Собственно Ну Или Пали Теория Заговора Ну В частности Она Доказала Это Собственно Говоря Факт Что В юности Он Перенес Болезнь И Чрезвычайно Травматичную И Неудачную Операцию На Половых Органов Которая Эта Операция Сделала Его Дальнейшую Жизнь Мучительно Асексуальной После этого Он Как бы Мог Но Не хотел Вступать В отношения С противоположным Полом Что и Вызвало Длительную Его Ненависть К нему Это Одна из самых Известных Картин Между прочим Уолтера Сикерта А еще Есть Такой Цикл Картины Тюдов Камдентаун 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 Вот я Чуть все время Заикаюсь Когда Призношу Эти слова В Камдентауне В 1908 В 1909 Годах Произошло Убийство Почти в точности Повторяющее Те самые Уайт Щепельские Истории Да С Джеком Потрошителем Была Убита Очередная Проститутка И Почерк Этих Картин Повторял Почерк Джека Потрошителя Одна Из картин Между прочим Того же 1908 Года Его Так и Называется Спальня Джека Потрошителя Причем Надо Учесть Что Вот этот Английский Импрессионизм Сикерта Имел Свои Принципы И одним Из этих Принципов Было Никогда Не Изображать Того Что Ты Не Видел Собственными Глазами Это Было Одним Из Принципов Импрессионизма Тоже По мнению Патриции Корнерал На Этой Картине Вы Видите Не Просто Скуку А Скуку Которая Заставляет Хозяина Тома Хозяина Дома Замыслить Убийство Она Считала Что Это Картина Ненависти К жене Ладно Я Попробую Повторить И Скажу Что Это Картина Советского Классика Александра Дейнеки Он В общем Рисовал В стиле Немецких Экспрессионистов Да Не упоминая Их имен Тогда Было Можно А Эта Картина Нарисована В США На Ней Изображена Скука Так Она И Называется И Изображена На ней Художница И Скульптор По фамилии Стрингер Не Оставшись Насколько Не Известно В истории Американского Искусства Которая В общем Занималась Тем Что Работала По Заказам Всевозможных Богатых Людей Америки Выполняла Их Заказ И Именно Эту Ситуацию Дейнека Изобразил В Знаменитой Между прочим Картине По крайней мере Когда-то Знаменитой Картине Скука Надо Сказать Что Картина Эта Тоже Оказалась Совсем Не так Скучна Для Жизни Буржуазную Отправленная На то Чтобы Опорочить Советскую Власть Ну По счастью Дейнека Был Одним Из Создателей Советского Советского Искусства Советской Живописи И На эту Статью Обратили Мало Внимания Компания По его Уничтожению Так и Не началась Возможно Кто-то Высокопоставленный Ее Не допустил Ну По крайней Мере Самому Дейнеке После Этой Картины После Этой Картины Некоторое Время Было Явно Не Скучно А вот Более Современный И Страшненький Вариант Картины С тем же Названием Скука Рисовал Ее Эндрю Гаррет Янг Художник Которым Я Совсем Ничего Не знаю Но В общем Это ведь Действительно Современный Вариант Вот этого Пазла Ну Как бы Результат Того Что Современному Молодому Человеку Ну И Молодой Женщине Конечно Мир Кажется Одинаковым И Равномерно Неинтересным И Поэтому Наверное Она В своей Скуке Использует Все Возможные Для нее Способы Для того Чтобы Эту Скуку Преодолеть Наверное Это Одна из Главных Мыслей Определяющих Современную Скуку Я уже Не раз И не два Называл Эти мысли Химическим Катехизисом Вообще Мысль О том Что Человеческий Мозг Является Железой Которая Продуцируя Разные Химические Вещества Вызывает Появление Мыслей И чувств Она По-моему Одна И сама По себе Это Странная Химическая Вера Способна Принести В жизнь Абсолютную Скуку Да Русский Легендарный Русский Философ Владимир Соловьев Я всегда Вспоминаю Его замечательную Фразу Призыв Он говорил Человек Произошел От обезьяны Ура Так будем Же любить Друг друга Как бы Попытка Свести Жизнь Нефункционирования Души К Всевозможным Химическим Стимуляциям Или наоборот Химическому Торможению Попытка Свести Жизнь К химическим Реакциям Делает Ее Смертельно Скучной И бессмысленной Как бы Это между прочим Чувствовалось Довольно давно Разумеется Уже Вот этот Максимум Химического Катехизиса Вот этой веры В то что Человек Живет Исключительно Под воздействием Определенного Типа химических Ну ладно Бог с ним Но еще И электромагнитных Реакций Тоже Появился Не сейчас Вообще Ну Это некая Версия Некая Модель Взгляда Возникла В 18 веке Не раньше А Предчувствие Ее результатов Как скуки Между прочим Тоже выражено Многократно И выражено Отнюдь не скучными А совершенно Замечательными Я даже Даже сказал Вот Наш Постоянный Корреспондент Из Одессы Галинка Прислала Вот такой Лозунг Вообще Вот Как вам сказать В жизни Нужно Попробовать Все Делает Это Все Равномерно Серым Фоном Абсолютно Одинаковыми Кусочками Вот этого Самого Пазла Они могут Быть Химическими Эти кусочки Могут Быть Электромагнитными Могут Быть Виртуальными Потому Что Я думаю Что Главная Идея Сегодняшней Скуки Она Заключается Именно В этом Все Весь вопрос В том Что же Нужно Пробовать Что Такое Это Все Как правило Это Все Это Надежда На Некоторые Компьютерные Пазлы Современный Молодой Человек Думает Что Достаточно Прикоснуться Пальцем К экрану Компьютера Или Смартфона Для того Чтобы Получить Все ответы На все Вопросы И Поэтому Все Эти Ответы На все Как Собственно Говоря И Сами Вопросы Они Вдруг Становятся Абсолютно Ненужными И Равнозначными Уж Простите Что Я Все Время Повторяю Эту Картину Она Мне кажется Очень Точной Геометрической Передачей Современного Понятия Скука Так Помнит Его Ищут Герои Фильма Гильермо Дель Торо О Хеллбоя Мальчики Из Ада Это Хеллбой 2 Там Они Наконец Находят Этот самый Легендарный Рынок Гоблинов Никто Из вас Случайно Не Помнит Что Откуда Он взялся Этот рынок Гоблинов Что это Такое Вот Николай Л Пишет Тоже Замечательно Он пишет В детстве Любил лепить Из пластилина Это Своего рода Была Зависимость Лекарство От скуки Это Творчество Ну Вообще Творчество Наверное Самое Главное В человеческой Жизни Оно Составляет Ее Смысл Я пытался Совсем Недавно Говорить Об этом В коротких Видео Которые Мы тоже Уверяю Вас Будем Продолжать Ну И кстати Говоря Напомню Я уже сам Почти забыл Что 19 Мая Видите Тут Что-то У нас Стало Последнее Время Много Технических Неполадок 19 Мая Мы сможем Пообщаться Очно В 15 Я жду вас В доме Журналистов В Москве По адресу Никитский Бульвар Дом 8 Чтобы поговорить О том Как человек Научился Быть Независимым От богов Как он Научился Искать Своё Собственное Творчество Мы будем Говорить О становлении Человеческого Сознания В античности И наверное О чём-то Самом главном Вот в этом Самом творчестве И в человеческой Жизни Об искусстве Мыслить Собственно Говоря Которое У меня Плохо Получается По преимуществу Из-за того Что Меня сбивают Вот эти Самые Перерывы Нашей Трансляции Ну вот Никто не помнит Пока я Писал об этом Откуда взялся Рынок Гоблинов Он такой Вообще Стерневой Сюжет И в фильмах И в мультфильмах Которые Сценаристом Режиссёром Продюсером Которым Был Гильермо Гильермо Дель Торо Как бы Жаль Это Мало знакомый У нас сюжет Но это сюжет О Удивительной Искусственности Скуки Ну правда На самом деле Это Сказка Романтическая Сказка Поэма Которую Которую Написала Сестра Такого Известного Одного Одного Из самых Известных Пре Пре Рафаэлитов Которую Сказки Сказки О чём Собственно говоря Сказка Ну Она Довольно Проста Я надеюсь В общем Очень трудно Очень трудно Читать Переводы Разные На русский Язык Потому что Там Удивительный Английский Совершенно Совершенно Потрясающий Английский Поэтический У Кристины Рассетти На первый взгляд Это такая Красивая Викторианская Сентиментальная История О силе Сестринской Любви Сёстры Лиза И Лавура Встречают Гоблинов Которые Соблазняют Их Волшебными Фруктами Примерная Лизе Гордо Отказывается От этих Подарков А любопытная Лаура Решается Попробовать Этого Запретного Лакомства И Вот одно Из первых Изданий Рынка Гоблинов Или Базара Гоблинов Викторианской Англии Отдельной Книгой Не в журнале Ну вот В результате Лаура Заболевает Скукой Она Заболевает Скукой Ну Если хотите Это некая Зависимость От Волшебных Фруктов Потому что Весь мир Для неё Становится Серым Неинтересным Материальным Слишком плотным Включая сюда И любовь И искусство И её Собственное Творчество В общем Короче говоря Ей Как современному Ребёнку Становится Неинтересно Неинтересно Жить А так как Неинтересно Это Скучно Это Тотально Неинтересно Неинтересно Есть Неинтересно Пить Неинтересно Выходить На улицу То Лауре Становится Всё хуже И хуже И Лизи Там Разными Интересными Способами Пытается Связаться С гоблинами Чтобы достать Фрукты Для У них Больной Сестры И Ей Это Удаётся Конечно В конце Концов Она Хитрее Гоблинов И Она Умудряется Их достать Так их И не Попробовав Не Прикоснувшись К ним И В общем Конец Счастливый Потому что Попробовав Гоблиновых Фруктов Ещё раз Лизи Выздоравливает И Жизнь Её И Сестра Сразу Как только Ей Становится Лучше Она Начинает Привносить В её жизнь Бесконечное Количество Разных Всяких Интересов Увлечений И В конце Концов Через Несколько Лет Девушки Счастливо Выходят Сам И Рассказывают Своим Детям Эту Историю Соответствующей Морали Интересно Что Да Это В действительности Правда Замечательная Сказка Потому что Приключения Не столько Лизи Сколько Лауры С Гоблинами Они Совершенно Замечательные И Конечно Вот Вот этот Гоблинский Рынок На иллюстрации Книжки Брата То есть Самого Данте Габриэля Россети Вот такие Же Замечательные Иллюстрации Артура Рекхама Майкла Хьюга Мало кто Из прерыва Элитов Потом Их Подражателей Не Нарисовал Иллюстрацию К Этой Замечательной Поэме Ну Вот Современная Есть такая Немного Странная Интересная Поэтому Очень Японская Художница Ее зовут Кинука Крафт Ну По крайней мере Это Ее художественное Имя И Так как Она Японка По происхождению То Ее Иллюстрации К европейским Сказкам Они Необычные И очень Интересные Ну Сами Видите Что Волшебные Плоды Которые Здесь Протягивают Лаугрия Они Да Все Одинаковые Все Одинаково Фалические Все Одинаково Сексуальные И В общем Понятно Отчего Девушки Отчего У девушек Появляется Скука Да Потому Что Собственно Ровно Ничего Другого В них Не Видят И От них Не Хотят Ну Как бы Это Такая Одна Из Откровенных Художественных Интерпретаций Этой Старинной Историй Есть Вот Колода Викторианского Таро На ней Обязательно Конечно Одна Из Карты Заполучает На ней Нарисован Рынок Гоблинов А я Хочу Сказать Что Я Перечитываю Поэму Правда Я Пытался Читать Несколько Русских Переводов Английский Там Очень Сладкий Но Понимаю Я не Все Викторианского Английского Не стану От вас Скрывать Вот Я Думал О том Что Удивительное Совершенно Такое Предсказание Это Как В скуку Нас Способны Погрузить Волшебные Фантастические Товары Которые Нам Предлагают Некие Гоблины По крайней Мере Загадочные Существа О которых Мы ничего Не знаем Ну Там Я не знаю Программисты Айтишники Менеджеры Телевизионщики Они же Для нас Все Фантастические Такие Сверхчеловеческие Существа Вот Предлагающие Нам Свои Волшебные Товары Которые Собственно И погружают Нас В сладкий Сон И я Не только Про наркотики Или алкоголь Которые Были Нарисованы На полотне Которые Я вам Показывал Конечно Далеко Не только Я Про Яркую Картинку Сначала Экрана Телевизора Потом Компьютера Потом Смартфона Которая Делает Этот мир Нереальным А реальность Сложная И скучная Там На этом Гоблинском Рынке Жизнь Кажется Проще Романтичнее Фантастичнее Если Вдуматься То Что Те Волшебные Фрукты Полные Галлюцинаций Прекрасных Галлюцинаций И Сказочных Чувств Которые Гоблины Предложили Лауре Они И делают Некоторую Нашу Реальность Скучной Они Заставляют Нас Оставаться На поверхности Этого Серого Пазла Не поднимаясь Вверх И не опускаясь Вниз И на самом Деле Задача Маркетинга Рекламы Все больше И больше Количества Товаров Превращать Волшебные А весь Мир В такой Гоблинский Рынок Грандиозный Без которого Человеку Становится Скучно Существовать И оторвать Его От этого Гоблинского Базара Вдумайтесь Сейчас Практически Невозможно Ему Без него Будет Скучно Он не будет Чувствовать Разрывов Этот Его Мир Будет Становиться Необыкновенно Плотным Ну я не знаю Он будет Работать Я не знаю Зарабатывать Деньги Исключительно Ради того Чтобы прибежать Домой И уткнуться В экран Смартфона И творчество То его Станет Своеобразным Это Компьютерный художник Использующий Компьютерные Технологии Подписывается Он Как Жорж Грие Живет Он сейчас В Канаде А Родился Он В Москве Настоящая Его фамилия По-моему Грибоедов Ну Дело Даже Не в этом Хотя Это Ну Как Мне кажется У нас Добавляет К его Рисункам Интереса И Это Замечательное Творчество Но Опять Оно Рисует Некоторые Правда Замкнутые Серые Пространства В глубину Которых Хочется Пробиться Но На самом деле Пробиться Может Не Каждый Возможностей У компьютерного Творчества Настолько Много Что Они Кажутся Настолько Бесконечными Что Миры Которые Создают Эти Художники Вдруг Становятся Ограниченными Какими-то Рушащимися И Затхлыми Такое Впечатление Что Само Пространство Бытия Жутко Надоело Художникам И пространство Это Должно Быть Разрушено Потому Что Сколько Красоты В него Человек Не Вносил Оно Все равно Должно Быть Разрушено Потому Что Становится Вот Это Очень Красивое Эстетически Нормативное Пространство Опять Викторианское Фактически Пространство Оно Должно Быть Разрушено Иначе Все Поглощает Скука Как бы Кажется Что только Взрыв Эту Определенность Плотность Мира Ее Разделенность На Одинаковые Неинтересные Пазлы Только Взрыв Может Ее Может Привести К Разрушению Вот Этой Вот Стены Скуки Однако Это же Пространство Создали Мы Борясь Со Скукой Откуда Берется Желание Создавать Такие Пространства Вообще Вообще К чему Мы стремимся Когда Пытаемся Создать Вот Это Самое Сотворить Свой Собственный Мир И И как Правило То Что Мы Натворили Или Сотворили Вдруг Становится В какой-то Момент Настолько Скучным Что Его Каким-то Образом Хочется Разрушить Освободиться От этого Ну и Снова Наверное Да До Бесконечности Выхожу Один Я На Дорогу Эх Сквозь Туман Темнистый Путь Кремнистый Простите Путь Блестит Ночь Пуста Ночь Тиха Пустыня Внемлет Богу И Звезда Звездою Говорит В Небесах Торжественной Чудно Спит Земля В сиянии Голубом Что Ж Мне Так Больно И Так Трудно Жду Ль Чего Жалею Ль О чем Уж Не Жду От Жизни Ничего Я И Не Жаль Мне Прошлого Ничуть Я Ищу Свободы И Покоя Я Б Хотел Забыться И Заснуть Но Не Тем Холодным Сном Могилы Я Б Желал Навеки Так Заснуть Чтоб В груди Дремали Жизни Силы Чтоб Дыша Вздымалась Тихо Грудь Чтоб Всю ночь Весь день Мой слух Лелея Про любовь Мне сладкий Голос Пел Надо Мной Чтоб Вечно Зеленее Темный Дуб Склонялся И Шумел Чего Хочет Лермонтов Точнее Говоря Его Романтический Герой Ну Смерти Конечно И Какой-то Совершенно Особой Правда Не тем Холодным Сном Могилы Он Желал Бы Навеки Так Заснуть Чтоб В груди Дремали Жизни Силы Чтоб Дыша Вздымалась Тихо Грудь Что Это За Покой Такой Которому Мы Так Часто Стремимся Что Это За Покой Что Это За Желание Покоя Чего мы Хотим Когда Хотим Покоя Ведь Понятно Что На самом Деле Полный Покой Это Упокоенность И Покойник И Тот Самый Холодный Сон Могилы Что Мы Хотим Чтобы Когда Хотим Покоя Для Меня Выясняется Что Мы Хотим Скуки Когда Мы Говорим Я Хочу Покоя Мы На самом Деле Хотим Того Самого Состояния Которое Я Сегодня Пытаюсь Описать Как Скуку А Некоторые Между Прочем Описывают И Как Творчество Тоже Николай Дело Все В том Что Покой Который Мы Считаем Идеалом Каждого Из Отдельных Этапов Своей Жизни Любой Я имею Ввиду Любых Временных Отрезков Это Некоторая Окончательность Это Некоторая Окончательность Бытия Мы Хотим Всего Окончательного Вот Это Не знаю Мой Окончательный Дом Вот Это Мой Окончательный Муж Вот Это Мои Окончательные Дети Вот Это Мои Окончательные Взгляды на мир, а вот это мои окончательные взгляды на других людей. Смотрите, какая интересная штука, почему я вдруг стал вспоминать это стихотворение Лермонтова, потому что что он хочет-то? Он хочет окончательности без окончательности. Он хочет окончательности без скуки. Поэтому и звучит так искренне и абсолютно безнадежно это его мечта свобода и покоя забыться и заснуть. Это очень важный, между прочим, один из самых важных вопросов для меня в человеческой жизни, но правда все зависит от того, каким языком пользуется человек. Это вопрос о том, что такое покой. Мне кажется, что покой это подмена симулякор, протез. Некоторого гораздо более глубокого находящегося под плоскостью вот этой серой окончательности или над ней и какого-то забываемого нами понятия, которое когда-то входило в слово мудрость. Я хочу сказать следующее. Я хочу сказать, что то, что мы называем покоем на самом деле фальшивка. Когда мы говорим я хочу покоя, мы говорим я хочу мудрости. но мы забыли, что это такое. Поэтому ищем покоя в некоторых окончательных самоопределениях. В первую очередь в окончательных самоопределениях. А самоопределение это определение себя одним из пазлов вот этого вот серого вот этой серой плоскости. Меня зовут так-то и так-то, профессия у меня такая, жена такая, дети такие, живу я там-то. мы определяем себя и привязываем к внешнему миру. Тем самым все дальше и дальше уходя от мудрости и утыкаясь в скуку. Я хочу сказать, что мы ищем мудрость, а находим скуку. Мы ищем мудрость, которую как-то определяем через слово покой, а в реальности обнаруживаем скуку, когда используем те методы достижения покоя, к которым привыкли. То есть, вот эту самую систему каких-то окончательных на каждом этапе самоопределения. Что такое для вас покой? Кто-нибудь может мне ответить? И скайп серебните, между прочим, тоже включен. ну вот видите, каждый из участников форума по-своему это определяет, говорит на каком-то своем языке. Тогда попробуйте понятие мой. Я хочу сказать, что что такое покой на самом деле? Может ли быть в человеческой жизни полный покой до его упокоенности, то есть, до смерти? Ну, в общем, нет. Нет, правда, мы все время за что-то отвечаем, мы все время о ком-то должны заботиться, мы все время должны как-то выживать. именно должны, потому что если мы это делать перестанем, как мы этого хотели, ну, я не знаю, например, женщину начинает полностью содержать муж или любовник, у нее появляется возможность не учиться, не работать, только развлекаться. через некоторое время это становится мучительно скучно. Знакомая история, ну, можно точно так же и наоборот. Вот, там, да, как бы мужчина, который мечтал жить на ренту, наконец получил вот эту американскую мечту, свое наследство и теперь может ничего не делать. Я не знаю, сколько времени вы можете каждый из вас может ничего не делать, ни о ком не заботиться, лежать на диване, жрать интернет или телевизор. У меня это долго никогда не получалось, не стану от вас скрывать. И это становится скучно, и скука становится звоночком к тому, что ты должен что-то делать, как-то действовать, потому что иначе тебе нечего будет забрать с собой за барьер той самой реальной смерти окончательного упокоения. Что такое в результате получается мудрость? Мудрость это наша способность мудро относиться к вещам и событиям окружающего мира. это наша внутренняя способность гармонизировать, синхронизировать себя с миром или с чем-то в нем, что представляет для нас реальную ценность и в чем мы способны увидеть прекрасное. Мудрость это мудрое отношение к реальности и к нереальности. Это мудрое отношение к событиям и внешнего и внутреннего мира. Что это такое? Мудрость это искусство мыслить. и не забывайте пожалуйста, что например загадочное восточное слово медитация переводится всего лишь как размышление. Мудрость это искусство мудрого видения внешней реальности и реальности внутренней. это искусство отбрасывать от себя то, что тебе не нужно и синхронизироваться с тем, что тебе необходимо. В любом случае мудрость это внутренняя точка покоя. Это способность смотреть на мир с каких-то с точки зрения каких-то есть абсолютно правильное слово по этому поводу начал знаменитая книга Оригена Александрийского так и называлась о началах и эти начала Оригена это точки опорные нашего мудрого отношения к миру вот это есть покой а не самоудаление себя от событий не попытка спрятаться в нору или окопаться в малогабаритной квартире на двоих и отстреливаться в случае чего мудрость это начало отношения к миру которому можно и нужно учиться это искусство мыслить искусство находить в себе свои точки равновесия и в общем глобально ничего другого начало не представляют из себя ничего сверхъестественно сложного начало это определенные принципы жизни и мысли которые не были сформулированы никем или были сформулированы когда-то в античности и я попробую сначала в субботу рассказать и объяснить это тем кто придет на наш очный тренинг в доме журналистов 19 мая в 15.00 уже осталось совсем мало времени поэтому я вас всех еще раз приглашаю кроме того я постараюсь через некоторое время кратко для дискуссии опубликовать вот эти главные принципы жизни или главные принципы мудрости в виде коротких видео того самого цикла как жить который сейчас у нас с вами существует на канале серебряные нити как только мы пытаемся пройти мимо вот этих самых начал вот этих базовых взглядов на жизнь мы лишаемся бытия мы начинаем подражать каким-то принципам окружающих нас людей культуры социума государства родителей и в результате теряем себя и скука вот это самое чувство оно появляется как звоночек о потере себя как звоночек того что ты должен или как-то подняться над плоскостью бытия или наоборот спуститься в глубину каких-то вещей знаков тем жизни которые тебя окружают скука это звоночек того что ты плаваешь по поверхности никак не погружаясь в свою собственную жизнь вот в эту самую проблему бытия не существования не выживания не биологического или химического происхождения мозга а твоего собственного бытия потому что если ты своего бытия не чувствуешь тебе скучно все вокруг тебя неинтересно потому что свое собственное бытие можно почувствовать только синхронизируясь с глубинами бытия в том числе и окружающих людей у нас по субботам в ближайшую субботу будет на всякий случай всех участников вебинара предупреждаю идут вебинары о понимании другого человека и вот участники этих вебинаров я надеюсь что они и под видео когда оно появится напишут и в общем они вам признают в том что когда с точки зрения понимающего человека с точки зрения эмпатии начинаешь смотреть на искусство на других людей то тебе вдруг неожиданно снова становится интересно жить ты вдруг наполняешься энергией картины которые ты смотрел ну так вот ну это я все знаю все знаю вдруг становятся абсолютно незнакомыми полными глубины и интереса а это всего-навсего усилие мысли усилие мысли направленное на то чтобы поглубже не с помощью окончательных определений а с помощью собственных чувств понять другого человека как только ты совершаешь это усилие твоя собственная жизнь становится интересной Миша пишет скука это фундаментальное неосознание жизни нет очень многие скучающие люди считают что они знают жизнь очень хорошо это фундаментальное неосознание бытия и это совершенно разные понятия сложно ли это каким-то образом объяснить ты в общем нет вот сейчас проводится очень много опросов каких людей считают интересными а каких скучными собеседники и все я вам конечно читать не буду мы уже свои пределы как бы перешли а скажу вам только одно другие люди собеседники партнеры по общению считают скучными в первую очередь людей которые говорят сами о себе и если большинство людей все равно так или иначе говорит о себе кому-то хочется поплакаться или наоборот рассказать о своих успехах и победах дело в том что скучные люди делают это постоянно они говорят только о себе как только я прихожу в гости человек сажает меня дает чай и начинает рассказывать о своих болезнях неважно или о своих проблемах своих юридических тонкостях это главный признак второй по степени важности во всяких разных исследованиях запомните пожалуйста это господа особенно те которые помоложе это люди которые не выпускают из рук мобильного телефона ну это естественно и понятно потому что если человек постоянно что-то там такое пишет лайки ставит на стене вконтакте то когда-то это считал ну как я сяду в компании за стол достану книжку и буду ее читать понятно это будет признаком подчеркнутого моего неуважения отсутствия моего интереса к этой самой компании правда то же самое с мобильным телефоном если я его из рук не выпускаю то это значит что я в общем собеседником совершенно не интересуюсь и наконец третье это отсутствие эмоций дальше я не пойду к этому в общем все сведет то есть это полное нежелание выражать свою радость или удивление по поводу чего-то что сообщает собеседник это люди которых невозможно порадовать и удивить они все знают везде бывали все видели и поэтому никогда не говорят да это здорово слушай как ты прекрасно отдохнул там или еще чего-нибудь в этом духе они отказываются выражать эмоции удивления и радости и от этого становятся смертельно смешными ой смертельно скучными ну и смешными конечно почему я все-таки несмотря на то что уже давно говорю об этом решил упомянуть по одной простой причине и самому человеку на самом деле скучно от его эгоцентризма от его погруженности в себя потому что на самом деле погруженность смартфон это не погруженность в какого-то там собеседника это погруженность в себя это опять демонстрация того что ты меня ничем не удивишь и не обрадуешь заканчивается сколько человека как раз на вот том что мы изучаем на вебинарах по субботам на проявлении интереса к другому на попытке почувствовать сосредоточиться на нем этот другой может быть художником как я пытался показать вам сегодня правда там связь прерывалась и поэтому наверное не слишком удачен композитором поэтом да это же как здорово попробовать почувствовать настроение Лермонтова в этом знаменитом стихотворении или Пушкина в его вот этих мотивах Фауста удивительные открытия сразу начинаются совершенно другие ну что-то похожее мы делаем когда обсуждаем мастер и Маргариту правда скука это всегда попытка окончательно замкнуться на себе сделать окончательные выводы о мире о том как он устроен вот это самое да все просто да я все знаю знаете сколько родителей сталкиваются с этим 18-19 что это производит ну вот волшебные товары тот самый гоблинский рынок на котором мы живем и я думаю что хватит на это а мудрости как о наверное главном феномене человеческой жизни или главной цели человеческой жизни на встрече 19 мая в 15.00 в доме журналистов спасибо всем большущей и спокойной ночи